По данным администрации города, решением Нефтекамского городского суда исковые требования дольщиков о признании права собственности удовлетворены. Для самих пострадавших это значительный шаг в развитии дела, поскольку это позволило сдвинуть его с мертвой точки. 5 апреля 2011 года застройщиком было получено свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект несовершенного строительства. Были проведены несколько совещаний с участием администрации, представителей Сбербанка, предполагаемых заказчиков. То есть работа была проведена по определению объемов работ для завершения этого объекта и необходимой суммы. Как арбитражным судом будет утверждена цифра рыночной стоимости объекта. И будет проведена процедура аукциона по продаже объекта. Все сразу они определяют уже застройщикам и подрядных организаций. Застройщикам будет выступать МУП «Нефтекамского строительства заказчика». И там уже они определяют подрядчика. Прежде чем продолжить строительство, необходимо провести проверку состояния дома. Но уже сейчас можно сказать, что работы там хватит всем. Отделочные работы, монтаж внутридомовых сетей, электроснабжение и лифта, а также благоустройство придомовой территории. Неполный перечень необходимых работ. Хотя городские власти дают довольно обнадеживающий прогноз. Не сказать, что он такой уж большой объем работ. То есть при определении подрядчика, подрядчика и субподрядчиков, как будто можно выполнить, как и тут и в принципе для оставленных график завершения работ по строительству этого жилого дома. Потом предусматривают 30 сентября этого года. Надежда она есть, то есть реальная надежда, что дом будет достроен. И главой администрации задачи поставлены. И мы же отчитываемся перед президентом. То есть мы уже озвучили конец третьего квартала этого года. То есть уже и мы поступаем, может быть гарантом. Поэтому вопрос серьезный и он находится на очень таком, скажем, жестком контроле. Поэтому надежды у этих летчиков, они должны управляться. Завершить строительство дома доверили нефтекам стройзаказчику. Учитывая большое количество объектов, которые они строят в городе, невольно задаешься вопросом, успеют ли. Олеся Расланова, Азат Давлечин, информационная программа «Время новостей».